Новости 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 Отмечу, нынешняя профилактика наркомании на Дону приносит результаты. За последние три года зависимых стало меньше, сейчас их 9,5 тысяч человек. Доля наркобольных на 100 тысяч населения области на 12% ниже среднероссийского показателя. Развивается система социальной реабилитации. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей. Новый закон поможет поднять сделанную работу на качественно новый уровень, считают специалисты. Тем временем в борьбе с наркоманией лучшими в области признали Ростов. Такой итог ежегодного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы подвел региональный комитет по молодежной политике. Среди заслуг действующего в городе антинаркотического молодежного отряда назвали создание телефона доверия для молодежи и проведение многочисленных акций. Первая автобусная экскурсия прошла в Волгодонске. Культурно-массовый проект посвящен 65-летнему юбилею города, который тот отметит 25 июля. Автобус с первыми пассажирами следовал по мосту в старый город по улице Морской, мимо вокзала с остановками и далее по улице Ленина, мимо площади Победы. Всю поездку сопровождал рассказ профессионального гида. Проект позволит иначе взглянуть на известные вещи и узнать что-то новое о родном городе, считает глава местной администрации Андрей Иванов. Я думаю, что эта экскурсия будет, безусловно, интересной и полезной не только гостям нашего города, но и, безусловно, самим горожанам, особенно молодым горожанам, которые, наверное, смогут взглянуть на свое место, на свою малую родину принципиально иными глазами. И от этого этот город станет еще роднее, еще уютнее, еще интереснее. Такие бесплатные экскурсии будут проходить в городе вплоть до дня рождения 18, 19, 24, 25 и 26 июля. Автобусы будут ждать всех желающих ровно в 17.00 у площади Победы и торгового центра. По окончании поездки пассажиры получат яркие буклеты с информацией о местных достопримечательностях и характерных для Волгодонска словесных оборотах. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. В студии был Сергей Светоченко, служба информации радио Тихий Дон. Субтитры создавал DimaTorzok